Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Канал у меня исторический, немного ностальгический. Вот сегодня этого самого ностальгического будет чуть больше, чем обычно. Потому что я приехал в город Бобров, и я уверяю вас, что буквально у каждого зрителя моего канала есть ностальгические воспоминания, теплые ностальгические воспоминания, связанные с городом Бобров. Не верите? Смотрите до конца, я вас уверяю, вам понравится. Ну и если вы досмотрели до этого момента, значит я вас заинтриговал той самой ностальгией и городом Бобров. Вы скажете, что за чушь вообще? Причем тут вот этот маленький город Воронежской области, наши теплые ностальгические воспоминания. Все очень просто, друзья. У всех людей, у кого молодость прошла в 60-е, 70-е, 80-е и даже немного 90-е, главный вид досуга был какой? Собраться вечером, поиграть на гитаре, сходить в поход, поиграть на гитаре. А в Боброве, между прочим, друзья, располагается самая большая в Советском Союзе фабрика гитар. Знаменитые бобровские гитары. У кого такой не было? У меня лично была, да и у большинства была. На самом деле с гитарами связано какое-то невероятное количество теплых воспоминаний, поэтому сегодня, друзья, буду делиться своими воспоминаниями, своими такими ностальгическими темами, связанные с гитарами, с Бобровской, прежде всего, гитарой. Ну и покажу город и попробуем проникнуть на фабрику. Это у нас центральная площадь города Бобров. Здесь мало чего исторического. Историческое, я так понял, что вот там, туда тоже обязательно дойду. Из интересного здесь вот есть фонтан, а на той стороне памятник Бобру. Пойдемте посмотрим. Куда же в Боброве без Бобра? Опять же, да, реалии сегодняшнего дня. Вроде как центральная площадь, памятник Бобру и красное-белое. Что ж такое-то? Я вообще запретил бы эти красные-белые. Кстати, насчет Боброва, друзья, насчет Бобров точнее, будете когда-нибудь в Воронежской области, всем рекомендую посетить Бобронариум. Прям загугливайте, что такое Бобронариум. Это огромный комплекс, невероятно современный. Там и музей, и Бобровые хатки, и, собственно, сами бобры. В общем, есть на что посмотреть. Как и в любом другом российском городе, здесь, естественно, есть Вечный Огонь, памятник героям. Здесь так это по-особенному интересно сделано. Смотрите, ну, понятно, бюсты. А вот там, вот там человек просто сидит. Просто сидячий памятник. О, а там дальше военная техника. Вот это классно. Вот это мы сейчас тоже обязательно посмотрим. Вот это я люблю. Это мне нравится всегда рассматривать. Жаль, табличек нет, друзья. А, есть. Боевой танк Т-80. Принят на оружение в 85-м. Это современная техника, слушайте. Крайне редко, кстати говоря, попадается современная техника. Обычно стоит какой-нибудь Т-34 и стоит. А тут прям реальная боевая машина. Мощно. Это что? Это какая-то самоходка. Сейчас мы узнаем, что за самоходка. Да, самоходная гаубица. 2С1, гвоздика. С 75-го года на вооружении стоит. До сих пор такие есть в войсках. Ну, это БТР. Тут понятно. Классно. Мне нравятся такие таблички максимально информативные. Да, не просто название. БТР-70. Кому надо, друзья, вы ставьте на паузу. И можно почитать. Получается, видео будет еще и максимально информативным. Так, это БТР. Я смелю предположить, что это БРДМ. Да, это он. С 63-го года эта машина стоит на вооружении. Тоже, опять же, да? Можно сейчас поставить на паузу. И немножко почитать. Классно, классно. Слушайте, я и не знал, что в Боброве есть такое, что есть выставка более или менее современной военной техники. Такое, опять же, повторюсь, лично я не встречал. Обычно какие-нибудь старые стоят. Гаубицы до 30. Еще одна. Дивизионная пушка Д-44. Причем, слушайте, я когда ехал сегодня в Бобров, я думаю, ну что там может быть? Ну, фабрика музыкальных инструментов. А тут прям... Вау! И я под самолетом. А тут целый музей. Целый музей. Су-24. Это бомбардировщик. Опять же, друзья, мы знаем, что делать. Ставить на паузу и читать. Ну и... Вишенка на торте. Миномет. А вот это уже старенький. Принято вооружение в 41-м году. Я думаю, до сих пор на вооружении стоит. Друзья, ролик у меня сегодня предполагался ностальгическим. Я даже и представить себе не мог, что еще и найду музей военной техники. Но вот разнообразился. В том-то и суть вот, собственно, таких блогов, да, когда просто путешествуешь, ходишь, ищешь что-то интересное и бах, такое находишь. Но немножко ностальгии я все-таки должен вам выдать, связанные, естественно, с бобровскими гитарами. И в какой-то момент, наверное, в году так 97-м, может быть, 96-м, у меня было ощущение, что все мои знакомые поголовно играют на гитарах. Причем гитар было несколько видов. Были бобровские, естественно, они продавались, в основном они продавались в магазинах, потому что купить ленинградскую было... Не знаю, может быть, это из-за географического положения, я здесь как бы недалеко живу, в Липецкой области. Но как-то считалось, что иметь ленинградскую гитару — это круче. Это вот один пласт новой гитары, купленной в магазине. И второй пласт — это старые гитары, которые остались от дедушек, от родителей. Там в основном были, опять же, ленинградские гитары, но они были, знаете, такие семиструнные. То есть одну струну убираешь, и вот люди играли как на шестиструнке. Мне купили огромную гитару, отец купил. Причем он купил с условием, не просто так ты будешь брончать во дворе, сидеть в своей песенке дурацкие, а пойдешь в музыкальную школу. Соответственно, я записался в музыкальную школу, а в музыкальных школах, как это обычно бывает, чтобы попасть на гитару, нужно сначала пару лет походить на балалайку. Я не знаю, почему так, но у нас, во всяком случае, было именно так. Соответственно, я пошел в музыкальную школу по классу балалайки и параллельно еще играл на гитаре. Ну и все, наверное, помнят, как мы во дворах играли на гитарах. Это три блатных аккорда. Первый блатной, второй блатной, третий блатной. Потом это точка, лесенка. Мне даже пальцы помнят. До сих пор А, М, Д, М, Ц, Е. Вот это вот все. И мы еще попали в такое время, когда мы уже играли Чай, Чиж, Сплин. Ну, такие вот песни. Но кто-то еще, кто постарше, ребята были, те и Высоцкого могли сыграть, и Акуджаву даже иногда играли. Вот представьте себе. И у нас любой, любой вечер, любой выезд на природу, любые посиделки, это всегда была гитара. Всегда была гитара. Почему у моей гитары такая... А, еще вот, очень важный пласт воспоминаний, это песенники. Это такая толстая тетрадка, я думаю, что у... Да у всех, наверное, была. Кто играл на гитаре, кто не играл, песни же надо знать. Надо же как-то быть в теме. И у всех были песенники, надо было взять у кого-то песенник, переписать вот с этими АМ, ДМ наверху, чтобы точно знать, потом долго мучиться, подбирать. Это было классно. Это было классное время. Что касается моей гитары, то я заканчивал 10 класс, мы пошли в поход с классом. И случилось страшное. Мы плавали на лодке, гитара утонула. Представьте себе, бобровская гитара, она у меня утонула. Мы ее достали. Ну как утонула, она поплыла, начерпала воды и пошла ко дну. Мы ее достали. Кто-то, какой-то гениальный мозг решил, посоветовал ее просушить немедленно, потому что она потом рассохнется. Он сказал, была мотивация, он говорит, она рассохнется и потрескается у тебя. Соответственно, надо сейчас просушить. Как сушить, развести костер, поставить ее рядом с костром. Почему-то мы подумали, что она от этого не растрескается и не сломается. В общем, она сгорела. Это, конечно, беда с моей гитарой. Она в один день и утонула, и сгорела. Мы потом долго шутили по этому поводу, что бобровские гитары такие классные, что они... Как же это было? В общем, тонула и горела моя гитара гораздо лучше, чем играла. Вот такой. А еще был интересный момент. Да, я сказал, что у нас не было в школе уже музыкального вот этого коллектива, вокально-инструментального ансамбля. Но в любом случае, это песня Чижа в коморке, что за актовым залом. Да, она все равно же такая. Она же про нас. Все сидели в этих коморках. Мы собирались с ребятами что-то, пытались лобать. У меня был звукосниматель, прям классный. Я помню, я этот ставил звукосниматель. Потом подключалась такая была радиола большая. Она у меня была усилительная. Подключался к этой радиоле. Шел звук, все. Дальше была необходимость найти где-то микрофон. Микрофоном у меня было, знаете что? Микрофоном был такой микрофон, как клюшка. В автобусах объявляли остановки. Ну, представляете себе. Вот, соответственно, такой на витом проводе. И мне вот, я ставил какую-то швабру, приматывал его изолентой. У меня был этот микрофон, гитара бобровская, звукосниматель. Классные времена были на самом деле. Друзья, вы можете, кстати, написать в комментариях, какая у вас была гитара. Был ли песенник, ну и какие-нибудь истории с этим связаны. Прям очень приятно будет почитать. Ну, а мы же давайте с вами продолжим гулять по Боброву. Что-то я увлекся с этой ностальгией. Пойдемте, я вам еще немножко покажу город и попробуем. Попробуем все-таки попасть на гитарную фабрику. Пойдемте. Мы идем сейчас по историческому центру города и немножко истории города Боброва. Вы, наверное, понимаете по географическому положению. Это юг Воронежской области. Понятное дело, что все населенные пункты, которые здесь образовывались, как раз-таки в 16-17 веке, это все пограничные территории. Города строги, которые создавались для защиты от кочевников, от степи. Здесь много приятных зданий. Вот, например, дом, ремесел. Я так понимаю, что это какой-то музейчик. Интересное здание пожарной части. Сейчас попробую вам показать каланчу пожарной части. Надо чуть подальше, наверное, отойти. Вон она. Вот так такое тоже стариненькое здание. Приятный, приятный городок. Вот сайдинг, конечно, неприятная история. Ненавижу, когда в старых, в старинных городах дома зашивают сайдинг. Это портит сразу все. Вот смотрите, вот насколько это отвратительно выглядит. Еще пластиковые окна. И насколько приятно, пусть пошарпанно, но приятно выглядит вот этот домик, который, знаешь, убрать рекламу, современные вывески, будет прям совсем здоровский. О, там, интересно, что-то, огромные окна вообще. Огромные окна, и вот, взяли и испортили. Ну, класс, вообще будет. Историческое здание, да? Классное, деревянное, и такую вывеску. Бээ! Ой, тут парикмахерская. Смотрите, как прикольно, да? Такой замок навесной, вот прям как в 19 веке. Я бы постригся. Я боюсь, что в этой парикмахерской стригут только под горшок. Знаете, ну, вот в таком здании, смотрите, в таком здании должна располагаться парикмахерская, которая вот только исторические стрижки делают люди. Вы спросите, куда мы идем? Куда я вас веду? Я вас веду, собственно, к фабрике, к музыкальной фабрике, которая делала те самые бобровские гитары, о которых я сегодня половину ролика говорю. Фабрик у них находится в самом центре, а вот, собственно, и она. С другой стороны у нее проходные. Сейчас обойдем и попробуем зайти внутрь. Самая большая в Советском Союзе фабрика по производству гитар, ну и других музыкальных инструментов. Их было две, крупных здесь и в Ленинграде. Соответственно, если у вас была гитара, она была либо бобровская, вывеска, вот она, фабрика. Закрыто акционерное общество Аккорд. Проходные завода. Соходят. Вот так тут все выглядит. Ну тут прям Советский Союз еще. А где основное производство у вас? Вот в этом? Ну, сначала отсюда. Ага, то есть здесь гитары делают? А вот там вот конец работает. Это там уже красят, а на третьем этаже вот это самое. Там собирают уже гитары. Ага. У вас тут так все прям старинно, я бы сказал. Я думаю, тут посовременнее немножко выглядит это все. Так, друзья, посмотрим, что здесь. Конечно, приехать. Смотрите, прям вообще. Вот у меня была вот такая гитара. Прям один. Да, у меня вот такая была. А, не, не, вот такая. Вот, вот, без выреза. Вот такая у меня была точно. А, как я называю ее чемодан. Здоровая вообще. Самарстая. Нереально огромная. Ну, кому-то нравится. Она и шести, и двенадцать струн. У нее у меня шести. Но она вообще не строила ужасно. Ее невозможно было настроить. Тут немножко истории предприятия. С двадцать четвертого года существует фабрика. Да, сейчас, кстати. А сейчас, подожди, тут мебель делают или гитары продолжают делать? Гитары. Только гитары. А раньше что еще делали? Мебель плели. В общем, друзья, вот такое здесь производство. Немножко посмотрели. К сожалению, уже все закрыто. Поздновато я приехал, конечно. Но в следующий раз, если буду в Боброве, а если вы будете в Боброве, обязательно, друзья, заедьте на фабрику. Здесь работает такой магазин. Он же своего рода музей. Ну и если хотите купить себе гитару, то, наверное, стоит прямо приехать сюда и купить ее на самой большой гитарной фабрике в стране. Если кому-то нужна гитара от производителя, здесь можно купить гитару и струны. И вот телефоны. Записывайте, друзья. Это вот по заводской цене у вас будет гитара. 100% оригинальная и настоящая. В общем, друзья, вот такой немножко ностальгический, немножко исторический ролик у меня сегодня получился. Если у вас есть какие-то воспоминания, связанные с Бобровскими гитарами, пишите их в комментарии, были ли у вас песни. Хотя я уже об этом говорил. Вот, немножко погулял по Боброву, показал вам, попробовал проникнуть на фабрику. В любом случае, на проходных я был. Все, галочку я могу себе поставить, что я там был. Это был канал Миклуха Макфлай. Друзья, путешествуйте, любите историю, играйте на гитарах и ностальгируйте. Пока-пока.